МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор отметил, что необходимо неукоснительно соблюдать утвержденные стандарты жилищно-коммунальных услуг. Поручил глава области усилить контроль за работой управляющих компаний и тарифы образования. Как заявили в профильном ведомстве, жилищный надзор уже за первые половины года выявил больше нарушений, чем за весь прошлый год. Нарушения в сфере качества предоставления коммунальных услуг становится более внимательнее. Жилищный надзор относится к этой теме и выявляет большее количество нарушений, поскольку проводит более качественные проверки. Улучшает качество услуг не только управляющие компании, но и ресурсоснабжающие организации. Например, по Т-плюс утверждена инвестиционная программа на следующий год на 420 миллионов рублей. Примет участие области в проекте альтернативной котельной, утвержденном правительством России. По остальным компаниям инвестпрограмма составит около полумиллиарда рублей. При этом все это не скажется на росте тарифов. С 1 января тарифы все равно не вырастут однозначно. То есть до 1 июля 2020 года все тарифы останутся на том уровне, который они сейчас действуют. С 1 июля 2020 года все тарифы будут изменяться не выше предельного индекса платы граждан, который будет утвержден правительством Российской Федерации. Предполагается, что рост тарифов с 1 июля 2020 года не превысит 4%. При этом в области будет сохраняться тенденция роста тарифов ниже роста инфляции. Егор Дистов, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова